Вселенная Теория большого взрыва была непоколебимой. Она описывает Вселенную, рожденную из единичного взрывного события. Эта теория элегантно объясняет многие наши наблюдения, однако и у нее есть свои сложности. Новые открытия заставляют нас пересматривать наше понимание космоса. Представьте наше удивление, когда мы находим что-то, что бросает вызов самим основам наших космологических моделей. Открытие настолько глубокое, что оно способно переписать историю Вселенной. Это открытие не новая планета или далекое звездное скопление, а нечто гораздо более фундаментальное. Это то, как свет ведет себя на космических расстояниях. Встречайте гипотезу старения света, радикальную идею, которая ставит под сомнение саму ткань нашего понимания Вселенной. Эта гипотеза предполагает, что свет, путешествуя по бескрайним просторам космоса, не просто движется с постоянной скоростью. Вместо этого он постепенно теряет энергию, из-за чего его длина волны растягивается. Это растяжение, в свою очередь, делает свет более красным, чем он должен быть. Явление, известное как красное смещение. Последствия этой гипотезы огромны. Если свет действительно стареет, то наши нынешние методы измерения космических расстояний и возраста самой Вселенной могут быть ошибочными. Это может означать, что Вселенная расширяется не так, как мы думали, или, по крайней мере, не так, как мы представляли себе раньше. Может быть, это недостающий фрагмент головоломки, ключ к более глубокому пониманию космоса? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны погрузиться в историю гипотезы старения света, исследовать ее истоки, ее отвержения и... Гипотеза старения света не нова. Впервые она была выдвинута в середине XX века, примерно в то же время, когда начала набирать обороты теория Большого Взрыва. Однако ее быстро затмила элегантность и объяснительная сила модели Большого Взрыва. На протяжении десятилетий эта идея время от времени возрождалась, ее отстаивала небольшая группа ученых. Которые считали, что некоторые космологические наблюдения не могут быть полностью объяснены господствующей теорией. Однако она по большей части оставалась на задворках мейнстримной космологии. Научное сообщество в большинстве своем отвергло гипотезу старения света. Это произошло не из-за отсутствия воображения, а скорее из-за отсутствия убедительных доказательств. Имевшиеся в то время данные просто не могли обеспечить необходимую поддержку, чтобы бросить вызов устоявшейся модели Большого Взрыва. С самого начала гипотеза старения света столкнулась с трудностями. Она бросила вызов фундаментальному положению современной физики – постоянству скорости света. Этот принцип, закрепленный в теории относительности Эйнштейна, был проверен и подтвержден бесчисленное количество раз. Предполагать обратное означало ставить под сомнение один из столпов современной физики. Более того, существующие космологические модели, основанные на теории Большого Взрыва, были удивительно успешны в объяснении широкого круга наблюдений. К ним относятся красное смещение далеких галактик, реликтовое излучение и распространенность легких элементов во Вселенной. Гипотеза старения света, с другой стороны, не имела прочной теоретической основы. Не было известно ни одного механизма, который мог бы объяснить, как свет может терять энергию, путешествуя в пространстве. Без четкого объяснения того, как свет может стареть, гипотеза оставалась в лучшем случае умозрительной. Раздел 5. Новая эра наблюдений. Телескоп Джеймса Уэбба. Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба в 2021 году ознаменовал новую эру в астрономии. Обладая беспрецедентной чувствительностью и разрешением, Джей Даблю Эсты обещал заглянуть в глубины Вселенной глубже, чем когда-либо прежде, открыв слабые объекты и далекие галактики, которые оставались скрытыми от предыдущих телескопов. Джей Даблю Эсты оправдал свое обещание, предоставив потрясающие изображения и революционные данные, которые меняют наше представление о космосе. Среди множества своих открытий телескоп обнаружил чрезвычайно далекие галактики, которые кажутся более яркими и массивными, чем ожидалось, исходя из их красного смещения. Эти наблюдения, хотя и не являются окончательным доказательством, возродили интерес к гипотезе старения света. Могут ли эти необычайно яркие галактики быть свидетельством того, что свет из ранней Вселенной действительно терял энергию с течением времени, из-за чего они кажутся ближе и ярче, чем они есть на самом деле. Раздел шестой. Далекие галактики и гипотеза старения света. В новом исследовании, основанном на наблюдениях Джей Даблю Эсты, утверждается, что свойства этих далеких галактик больше соответствуют прогнозам гипотезы старения света, чем стандартной космологической модели. Ученые предполагают, что наблюдаемую яркость и массу этих галактик можно лучше объяснить, если свет из ранней Вселенной действительно испытал красное смещение из-за старения. Исследователи предполагают, что, путешествуя по бескрайним просторам космоса, свет взаимодействует с квантовым вакуумом, основой пространства времени. Это взаимодействие, утверждают они, может привести к тому, что фотоны, частицы света, будут терять крошечную часть энергии на огромных космических расстояниях. Эта потеря энергии, хотя и незначительная на коротких расстояниях, может накапливаться в течение миллиардов световых лет, что приводит к измеримому красному смещению света от далеких объектов. Это, по их мнению, может объяснить загадочные свойства галактик, наблюдаемые JWST. Раздел седьмой. Вселенная полная сюрпризов. Вселенная – это огромное и загадочное место. Полная сюрпризов. Она умеет бросать вызов нашим ожиданиям и самым заветным теориям. Возобновление интереса к гипотезе старения света служит ярким напоминанием о том, что наше понимание космоса далеко не полное. Наблюдения JWST, хотя и интригуют, не являются исчерпывающим доказательством гипотезы старения света. Однако они подчеркивают важность того, чтобы оставаться открытыми для альтернативных объяснений и ставить под сомнение наши предположения. Вселенная постоянно раскрывает новые тайны, заставляя нас задаваться вопросом о нашем месте в ней. Гипотеза старения света, когда-то отвергнутая на задворке космологии, снова на повестке дня, вызывая новую волну исследований и дискуссий. Раздел восьмой. Критики высказываются. Научное сообщество, хотя и заинтригованно новыми наблюдениями, в целом скептически относится к гипотезе старения света. Критики утверждают, что предложенный механизм старения света взаимодействия с квантовым вакуумом не имеет прочной теоретической основы. Кроме того, они указывают на то, что стандартная космологическая модель, основанная на теории Большого Взрыва, оказалась удивительно успешной в объяснении широкого круга наблюдений. Они утверждают, что преждевременно отказываться от устоявшейся теории, основываясь на нескольких наблюдениях, которые потенциально могут быть объяснены другими факторами. Некоторые критики предполагают, что необычные свойства далеких галактик, наблюдаемые космическим телескопом Джеймса Уэбба, могут быть обусловлены пока неизвестными астрофизическими процессами, происходящими в этих галактиках. Они подчеркивают необходимость дальнейших наблюдений и более детального моделирования, прежде чем делать какие-либо окончательные выводы. Раздел 9. Вселенная тайн. Споры вокруг гипотезы старения света подчеркивают inherent challenges of cosmology, науки о происхождении и эволюции Вселенной. Мы пытаемся реконструировать историю космоса из наблюдений, сделанных с одной единственной точки зрения, ограниченные конечной скоростью света. Наше понимание Вселенной постоянно развивается по мере того, как мы получаем новые данные и совершенствуем наши модели. Гипотеза старения света, будет ли она в конечном итоге доказана или опровергнута, служит ценным напоминанием о том, что мы никогда не должны бояться подвергать сомнению свои предположения и изучать альтернативные объяснения. Вселенная полна загадок, и именно через стремление к разгадке этих загадок, мы углубляем свое понимание своего места в космосе. Раздел 10. Гипотеза старения света, новая глава. Гипотеза старения света, когда-то отвергнутая как маргинальная идея, переживает всплеск интереса. Наблюдения, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба, дали дразнящие намеки, бросающие вызов нашему нынешнему пониманию космоса. И хотя научное сообщество по-прежнему настроено скептически, эта гипотеза вызвала новую волну исследований и дискуссий. Ученые пересматривают старые данные, разрабатывают новые модели и предлагают новые наблюдения, чтобы проверить состоятельность этой интригующей идеи. Гипотеза старения света, независимо от того, будет ли она в конечном итоге доказана или опровергнута, вызвала новую волну любопытства. Раздел одиннадцатый. Будущее космологии, разгадывая тайны Вселенной. Стремление понять Вселенную – это бесконечное путешествие. С каждым открытием возникают новые вопросы, ведущие нас дальше по пути исследования космоса. Гипотеза старения света – лишь один из примеров множества загадок, которые продолжают будоражить наше воображение. По мере того, как мы продолжаем исследовать космос с помощью все более мощных телескопов и инновационных методов, мы можем ожидать еще больше сюрпризов. Вселенная умеет обманывать наши ожидания, напоминая нам о том, что чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, как мало мы знаем. Будущее космологии полно надежд. С каждым новым открытием мы становимся на шаг ближе к разгадке тайн Вселенной и пониманию своего места в ее грандиозном замысле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok